Если заглянуть в историю, белорусская власть никогда не принимает важнейшие решения в одиночку, всегда обращается к гражданам. Референдум, воля народа, механизм прямого совета по важнейшим вопросам развития общества. Суверенная Беларусь проводит четыре таких опроса. 1. 14 мая 1995. На обсуждение выносят четыре вопроса. За предание русскому языку равного статуса с белорусским голосуют свыше 83% граждан. За установление новых госсимволов, герба и флага 75. Действия президента, направленные на экономическую интеграцию с Россией, поддерживают более 83% жителей. А внесение изменений в действующую конституцию – 77. Следующая электоральная кампания проходит 24 ноября 1996. Здесь на обсуждение также выносят четыре вопроса. За перенос Дня независимости на 3 июля голосуют 88% граждан. За принятие, предложенной Александром Лукашенко новой редакцией Конституции – 70. Против одобрения вопроса, выступаете ли вы за свободную без ограничений покупку и продажу земли – почти 83% от внесенных в списки. Отмену смертной казни не поддерживает более 80% избирателей. Третий референдум назначают 15 октября 2004. На обсуждение выносят всего один вопрос. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу участвовать в качестве кандидатов президента Республики Беларусь в выборах и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции в следующей редакции? Президент избирается на пять лет непосредственно народом на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права на тайном голосовании. За выступают свыше 79% граждан. К проведению важной политической кампании года четвертому референдуму вся страна идет не один месяц. Разработкой нового проекта Конституции занимается огромная команда профессионалов. Внести свою лепту на диалоговых площадках имеет возможность абсолютно каждый белорус. Обратная связь показывает люди за порядок, законность и процветание. Как итог в общественное приемное поступает 9 тысяч мнений. В финальном документе учитывают 9 из 10 предложений. Всенародный опрос проходит 27 февраля 2022. На обсуждении всего один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? Переработки. Подвергаются 53 статьи основного закона страны, добавляют 14 новых. Исключаются три. Активное участие граждан в референдуме доказывает, белорусам небезразлична судьба страны. Они делают выбор в пользу мира, сохранения всех социальных гарантий и исторической правды. За изменения, продиктованные временем, голосуют 82,86% граждан. Несмотря на внешнее политическое, экономическое и информационное давление Беларусь идет по пути строительства социального государства. В мировом рейтинге по уровню занятости наша республика расположена на пятой строчке из 73. Отечественная медицина занимает 59-ю позицию из 93. Мы входим в группу 30 наиболее развитых стран в сфере образования. Обновленная Конституция призвана и дальше отстаивать интересы общества, сохранять идентичность и христианские ценности народа. Ведь белорусы вынесли обоюдно верное решение. Держим курс на развитие.